Мы хотим доверия от вас Мы хотим, чтоб ты поверил в нас Мы хотим занять ваши сердца Всем сестренкам, всем братишкам привет Это первый человек, который умудрился нажаловаться на меня еще до выхода видео Ну что ж, чтобы не зря пропадала жалоба, я решила сделать на Элину обзор Но прежде чем мы начнем, предлагаю вам подписаться на канал и отметить меня в инстаграме За что буду очень мерсис Ну и обязательно досмотрите это видео до конца Я уверена, что чья-то пятая точка загорится, в любом случае на меня обрушится шквал жалоб Элина Дейли, она же Элина Миронова из Эстонии Весь блог на ютюбе построен на том, что касается работы в Европе А также путешествиях и изучению языков Хотя свой блог изначально хотела вести о моде и даже училась шить Возможно, именно поэтому пошла учиться на графического дизайнера В один из университетов Дании, кстати Почему Дания, непонятно В Таллине есть куча хороших университетов с факультетом дизайна Кстати, этот университет, в котором училась Элина Миронова, сложно найти Его нет в пятерке лучших, в десятке тоже нет и даже в двадцатке нет Короче, если вы не знаете, что искать, то фиг найдете в этот университет Так как Элина училась там бесплатно, это, видимо, и стало причиной выбора Мечта о фэшн-индустрии ее не покидала И после того, как она окончила двугодичное обучение на графического дизайнера Заметьте, что это единственное полноценное образование Элины Она покинула Данию и поехала в Таллин, подумаете вы? Нет, в Москву Именно так написано в ее резюме Элина устроилась стажером в космополитен Да, она пишет в своем резюме, что это полноценная работа ассистентом Но это была всего лишь 4-месячная стажировка, где она была девочкой на побегушках О чем она, кстати, упоминала в одном из своих видео Таких девочек была толпа в любой редакции глянцевого журнала Девочки, мечтающие о карьере в высокой моде Элину хватило ровно на 4 месяца А потом началась эпопея с обучением на непонятно кого И все в виде краткосрочных курсов Судя по тому, что написано в ее резюме, она одновременно училась в двух университетах Один в Дании, другой в Нидерландах Хотя, судя по инстаграму Элины, 2014 год у нее начался в Питере Потом был Таллинн И вот только летом она прибыла в Данию И то на несколько дней После чего укатила отдыхать в Барселону Вопрос, а учиться когда в двух университетах? То, что это было удаленное образование, мы уже поняли Но даже на удаленке учиться немного поактивнее и посерьезнее При том, что все это время Элина делала свой онлайн-журнал Лавры фэшн-эксперта никак не покидали ее Ну и тщеславия немножко То есть можно понять, это была ненапряжная учеба И скорее всего в виде курсов Все время Элина посвящала своему детищу Журналу, который назвала Угадайте, в честь кого? Конечно, в честь себя Милон В журнале большинство статей было от Элины И ее восприятие мира Но нужно отдать должное Журнал был неплох Элина даже заморачивалась на заказе фотосета Но запала хватило ненадолго В 2016 году журнал практически перестал существовать Остался лишь в виде группы ВКонтакте Куда Элина стала скидывать все свои видео с Ютуба В этот момент она окончательно распрощалась с фэшном И именно в этот момент на Ютубе началась эра познания и обучения Уже появились такие мастодонты, как Настя Кей С историей успешного успеха девочки в Европе А почему бы и нет, подумала Элина Ведь у нас есть столько общего И, кстати, общее не только проживание в Европе Но об этом позже И начались истории про то, как работать или найти работу в Европе И как выучить 100-500 языков за одну ночь Модные книги в стиле Хьюги, скандинавский стиль И, конечно же, снова учеба Ну вот лично самой учебой Элины есть немножко нестыковочка Точнее то, что она имеет лишь один диплом Диплом графического дизайнера А все остальное это краткосрочные курсы по различным учебным заведениям Вот, например, в 2015 году она говорит, что поступила в университет И теперь будет изучать все, что касается с иммиграцией и иммигрантами Но в резюме написаны какие-то общие фразы Социальные идеи и визуальная связь Иногда разобраться в том, что говорит Элина, очень сложно Уж очень она любит полить воды на ту или иную тему Все скрасив непонятными фразами Классно, говоришь, один фитиль, такое сморозил Подкатывается к шкету Да и говорит Велик погонять Сел и почесал А тут училка Он давай выпендриваться В воришку-то разинул Да как дерябница Сам с фингалом Училка чуть не с катушек А Велик гикнулся Воржачка, клево, да? Видимо, для большей придания важности себе А придавать себе важность Элина любит Хотя если послушать ее видео, например, о поиске работы То все сводится к таким очевидным фразам, как цитата Не надо прислушиваться к мнению людей, которые делают выводы на основе устарелых реалий А надо прислушиваться к людям, которые могут адекватно оценить ситуацию на рынке Капитан очевидность Очень странно, что Элина вообще дает советы людям на постсоветском пространстве А именно оттуда ее аудитория Она не работала в России Ну, кроме девочки на побегушках в Космо Ах да, у нее есть в резюме пункт Она работала в неизвестном онлайн-магазине в России Но, видимо, опять-таки удален Так как в это время она снимала видео из Швеции И выкладывала фото в свой инстаграм оттуда же Элина не знает реалий в поиске работы в России Не разбирается в особенностях российской реальности Да и вообще сам факт ее опыта Наводит на размышления Вот в этом видео она говорит про то, что три года уже работает на фрилансе Напоминаю, фриланс это когда ты самостоятельно сам на себя работаешь Это неудаленная работа То есть вот эти места работы, в которых она написала в своем резюме Можно вычеркнуть или история с немецким стартапом В своем видео она описывает интерьер, с кем работала Но ни слова про обязанности и специфику работы И даже после, уже когда ее неоднократно спрашивали Чем она конкретно занималась в стартапе Она ни разу толком не ответила В резюме написано, что она работала там с 2014 по 2017 годы И как она упомянула вот в этом видео На этой работе она работала полный рабочий день И приходила и уходила со всеми Да, она действительно была в Берлине чуть меньше месяца в 2015 году Исходя из ее инстаграма И все, до конца 2017 Элина не была в Германии Была в Таллине, в Питере, в Милане, но не в Германии Кстати, про Питер Почему именно он? У Элины живет там брат, Алексей Миронов 1985 года рождения Такой же улыбчивый парень, как и сама Элина Работает он в компании по монтажу оборудования для крупных концертов И как Элина, тоже стал записывать, кстати, подкасты Мама Элины, Наталья Миронова, живет в Таллине И работает учителем эстонского и русского языков А также является заучем в гимназии Которая находится в 10 минутах ходьбы от дома, где прописана Элина Эту информацию можно взять из открытых источников Которые есть в Эстонии Так же, когда вы открываете свою ИП-шку Как это сделала Элина, открыв фирму в 2017 году? Конечно, имени себя И где видно, что ее доходы увеличиваются с каждым годом Судя по суммам налогов, которые она платит Откуда деньги интересуют этих вопрос, на какие шиши путешествуем? Возможно, помог родственник Дмитрий Миронов, который является аташе по культуре при посольстве Эстонии в Москве Ох уж эти посольские работники вечно портят картину голодных блогеров Я думаю, что это дядя Элины Посмотрите на поразительное сходство брата Алексея и Дмитрия Но деньги все-таки не оттуда Деньги от вас Да, милые подписчики, деньги вы даете ей Вы покупаете курсы по раскрутке Ютуба? Что? Элина почти за 5 лет пребывания на Ютубе набрала чуть больше 100 тысяч подписчиков Она просто снимала про то, что было популярно в тот или иной период Все про хьюги, про минимализм и скандинавский стиль Про учебу или работу за границей, когда в один момент это стало очень популярно И многие задумались свалить Но не более того Ну и, конечно, ее лекции на Патреоне Где она за деньги делится тайнами, как устроиться на работу Элина рассказывает, как правильно писать письмо работодателю Меня лично очень удивила у нее вот эта фраза Что ни в коем случае нельзя писать работодателям на Фейсбук Давайте так Я живу не в России И стаж работы у меня тут 7 лет без перерыва И последнюю работу, на которую я хожу каждый день последние 5 лет Я нашла, написав шефу на Фейсбуке Ну и сами думаете, правда ли вам говорит человек, который толком нигде не работал Кроме совокупности пары лет за все время Имеет образование графического дизайнера Или покупать консультацию о работе Или покупать консультацию по работе от человека Которого сам факт работы пугает Именно так это выглядело вот в этом посте в ее инстаграме Да, она работала целый год в Даниэль Веллингтон Подсадила всех блогеров на русском ютюбе на это китайское барахло По космическим ценам, кстати Потом эти часы некоторые пытались продать на депопе А что дальше? А где тут огромный опыт в работе пиара или сео? Ну это опять история про инфо-цыганство Когда у человека за спиной нет ни хрена Ни образования, ни опыта Но он пытается залить вам в уши именно тот факт Какой он офигенный Именно лишь за то, что он живет в Европе И на основе этого он может продавать вам курсы по развитию ютюбе Хотя у самой я не скажу, что ютюб прям такой развитой Ну или как найти работу, не работав нигде На сегодня это все Также не забывайте переходить по ссылке в описании в мой телеграм-канал Потому что все самое интересное случается сначала именно там Прежде чем я сниму здесь видео На сегодня это все Всем сестренкам, всем братишкам Пока